Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что заглянули. Сейчас раннее утро, мне пришлось включить свет, пока еще не очень яркое солнышко за окном, темновато. И я думала, что мы рано пойдем по делам, поэтому вот, видите, уже сделала глазки. И, слава богу, не успела еще толком нанести никакой тон. Тут выяснилось, что у меня есть пару часов свободного времени, и я, конечно же, обрадовалась, что могу сделать свою любимую масочку очищающую, которая поддерживает мою кожу в таком бодром состоянии, особенно если мне придется в течение дня, весь день потом быть в макияже. И, конечно же, мне это очень нужно. Что я использую? А я использую любую глиняную основу, ну, в данном случае, вот, Natural Effect, Avon True, такая есть, вот у них масочка, очищающее средство для лица, все в одном. Такой комплекс с маслами немножечко и глина. Ну, конечно, глины здесь больше, вот такое средство. Не могу сказать, что оно предназначено для сухой кожи, а, будьте аккуратны, оно довольно сильно стягивает, но и отлично, конечно же, чистит поры. Что я делаю? Я выдавливаю некоторое количество в мисочку обычно, для того, чтобы нанести на все лицо, исключая область, естественно, вокруг глаз, и добавляю лориаль «Рускошь питания», вот такие капельки. То есть, буквально, вот, наполняю полную, вот так вот, пипетку, и добавляю вот в эту смесь. Размешиваю и затем уже наношу на все лицо. А под глаза я наношу другую масочку, то есть, я использую любую возможность, и время по полной. И пока я сейчас буду вам, для всех вас, в том числе, для моих любимых, прекрасных людей, для моей семьи, готовить завтрак, я буду в этой масочке. Это Vitex бальзам-маска с петрушкой для области вокруг глаз. Вы знаете, очень хорошо освежает кожу, увлажняет, мне нравится. И то, и другое потом нужно будет смыть, так что это очень удобно. Смотрите, для того, чтобы масочка глиняная не попадала на область вокруг глаз, я сразу же наношу. Вот так, прям очень густо. Не буду сейчас наносить на верхний век, поскольку здесь уже есть макияж. Снизу нет ничего еще, консилер я пока не положила. На всякий случай протерла лицо, естественно, очищающим средством. Вот так густо. А сегодня я вам обязательно покажу потрясающий рецепт сырников, в которых практически нет муки. Этот рецепт посоветовал мне артист и режиссер театра на Юго-Западе, Михаил Беликович. Замечательный артист, кто не знает. Многие действительно имеют такой потрясающий талант. Ну, в частности, я когда-то была в компании, в которой был Александр Абдулов. Замечательный наш артист, наверное, вы его все хорошо знаете. Он рассказывал всем о том, как готовить плов. Представляете, это было для меня абсолютно новшество. Мне казалось, что плов это что-то вообще невероятно долгое, длинное, мучительное. Что его невозможно приготовить без казана. Именно он показал и рассказал, в тот день я записала этот способ приготовления. И модернизировав его под, естественно, свою семью, как раз я тогда вышла замуж. Замечательно. Вот теперь оно подсохнет, подпитается немножечко. Дальше на шею я не наношу, потому что довольно сильно сушит. Даже несмотря на то, что с маслом. Но это просто у меня чувствительная, тоненькая и сухая кожа. А для тех, у кого кожа жирная, да, или, ну, такая склонная к жирности, вы запросто можете наносить и на шею такие средства. Если есть необходимость, если есть какие-то высыпания, например, которые вы хотите подчистить, подсушить и так далее. То есть у меня их практически не бывает. Ну, вот крайне редко, может быть, там, раз в месяц какие-то гормональные точечки иногда появляются. Ну вот, теперь мы это сейчас уберем все. Кстати, почему у меня весь стол завален продуктами, вы, наверное, видите. Только что получила заказ из магазина «Утконос». Тяжелые продукты не ношу в руках, потому что, ну, действительно, готовлю много, довольна, готовлю разнообразно. И носить огромные-огромные сумки не очень полезно. И, как вы уже поняли, наверное, по моему влогу некоторые проблемы. Из-за того, что всю жизнь занималась спортом, танцами, очень много с позвоночником. Поэтому тяжелые не ношу. Привезли мне мой любимый кофе. Вот целых две пачки, вот только что приняла заказ. Паулик и вот с непроизносимым названием, если вы знаете, что это такое. По-моему, это итальянский кофе. Я смешиваю эти два сорта, потому что вот это очень ароматизированный такой ванильный аромат имеет. И Паулик, Арабика довольно крепкий кофе. Я смешиваю их, перемалываю и, соответственно, варю кофе. Вот сегодня буду делать это на завтрак. Ну, и я просто обожаю различные чаи. Ну, в данном случае я приобрела здесь чай. Заказала вот Каности Тесс. Вкусненькая, вкусненькая. Очень люблю, очень люблю такие цветочные чаи, но которые не очень сильно имеют аромат, не перебивающий вкус чая. Вообще всегда приобретала чай в кофейной контакте, но не всегда есть время просто туда дойти. Ну, и обожаю красивую посуду и даже вот такие какие-то вещи с лавантой шикарно, потрясающие. Я думаю, что я найду, как это приспособить, куда, не знаю. Пока не знаю, но вот увидела, не могла устоять. Я такие вот контейнеры очень люблю оставлять для дочки, для мужа в них готовую еду, чтобы они могли в течение дня прийти, порадоваться, достать что-то вкусненькое и разогреть. Мы заказываем очень часто пирожки вот такие. В связи с этим, наверное, подумали, что у нас маленький ребенок. Почему-то прислали мне из Каноса этот журнал. Ну, милый, спасибо большое. Ну, и, конечно же, кучу молока, 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 молока. Мы очень любим молоко и делаем из него различные кисломолочные продукты, коктейли. Так что молоко тоже очень тяжелое, такие вещи не таскают. Ну, что ж, вот сейчас я могу уже приступить к приготовлению сырничков, о которых вам рассказывала. Давайте возьмем все необходимые ингредиенты. Хочу показать вам вот такой вот рецепт. Значит, смотрите, нужно будет, ну, вот на два примерно, на две пачечки творога. Творог такой должен быть не жидкий, да, потому что иначе сырнички распадутся, поскольку в них практически нет никакой муки. На два вот таких вот брикетика творога по 200 грамм, или 180 грамм, сколько там у них. Они бывают разные. Творог не обязательно должен быть обезжиренный, ну, впрочем, кому как хочется. Я разбиваю два яичка, сливаю белок для того, чтобы лишить вот такой вот жидкости, да, слишком излишней жидкости наши сырники. И оставляю здесь только желточек. Знаете, раньше у меня не получались никогда такие сырники, ну, по той простой причине, что из-за белка становилась очень вот эта вот вся масса жидкая, и приходилось добавлять много муки. А для того, чтобы они, соответственно, это мастер, а для того, чтобы они были, ну, как вы понимаете, более пушистые, да, такие плотные, и хорошо лепились, приходилось добавлять еще и, кроме муки, чтобы они были пушистенькие, или потом после жидки, приходилось еще добавлять и массу всего другого, какой-то разрыхлитель, еще что-то. Сейчас этот вариант, ну, просто самый простой и очень полезный, я считаю. Я добавляю всегда немножко соли, ну, для того, чтобы был натуральный более вкус, не просто сахар, но и соль. Но тем, кому не нравится, например, соленый или сладкий, он может по собственному вкусу добавлять или не добавлять что-то. Можно сделать кисленький, например. И добавляю просто чуть-чуть, вот столько муки, представляете, совсем просто каплю, для того, чтобы, ну, быть уверенной, что они не развалятся при жарке, поскольку у нас тут один творог получается. Значит, муку вы можете использовать любую, я пробовала добавлять манку, пробовала обваливать в муке всех сортов, то есть более такой грубого помола муки и даже в трубях все получалось одинаково хорошо. Вот эту муку оставшуюся мы будем использовать для обваливания. И сюда же их будем, вот, на краешек складывать и потом будем вместе жарить. Так, давайте сейчас мы смешаем все вот это. Получится немного их, да, но зато они получатся абсолютно натуральными, то есть один творог, больше ничего. Сейчас я добавлю сюда немножко сахара, нам нравятся такие более сладенькие. Так, использую, использую, тут какое-то семечко почему-то. Так, ну, здесь примерно 2 столовые ложки сахара, потому что творожок очень кислый, и в данном случае одна пачка обезжиренного творога у нас готовая получается. Такая вот заготовочка. Мы сейчас ее обваляем как следует в муке, при этом муку внутрь вваливать не будем, то есть только вот так вот сверху чуть-чуть. Сейчас я тестирую крем Виши, антивозрастная линия. Покажу вам сейчас обязательно какой-то крем. Сейчас ручки у меня освободятся, помою их. Лифт-актив крем. Пока не могу вам сказать, что я вижу какой-то прям бешеный результат. Кстати, заказала эти кремы еще, ну, как-то лень было их искать где-то в аптеке, да, и заказала их с официального сайта Виши, и осталась очень разочарована. Знаете почему? Потому что, ну, заказала их еще зимой, просто руки не доходили как-то протестировать, у меня были другие средства. И, что интересно, я увидела, вот знаете, насколько людям все равно, то есть они не держатся за своих клиентов. У меня есть второе маркетинговое высшее образование, кроме актерского. И вы знаете, очень интересно, что я много компаний консультировала, как маркетолог, да, как добиться лояльности клиентов, как удержать клиентов. То есть вот на эти темы я вижу, насколько компания Виши все равно. То есть у них есть определенные объемы продаж, как я понимаю, через аптечные сети, и они совершенно не заботятся о своих клиентах, которым высылают, вот, сделанные заказы по интернет через свой сайт. То есть у меня пришла коробка раздавленная, подарочная, хотя все было прилично упаковано, это означает, ну, сверху я имею в виду, то есть это не проблема доставки. То есть это значит, что они уже на складе такую упаковали, полностью испорченную такую вот коробку, которая металлическая коробочка. Вот, ну и, естественно, я приобретала так, чтобы можно было потом подарить, хотела маме подарить этот комплект, но вот пришлось его оставить себе. Так, сейчас добавлю немножко муки для обваливания. Вот, и два крема, три крема. Два из них были в разорванных упаковках, представляете, да. И у одного из них вообще не было упаковки. То есть я была просто возмущена, написала им письмо о том, что это просто безобразие и так относиться к клиентам нельзя. Но, к сожалению, никакого ответа я не получила. Соответственно, могу делать вывод, что владельцы и руководство представительства в России настолько равнодушно к своей работе, не боится ее потерять, что вот, да, до такой степени плохо относятся к клиентам. Ну, да ладно. Кремы целые были, по крайней мере, упакованы внутри. Хорошо, все с ними, все в порядке. И сроки годности, правда, да, вот еще про сроки годности я вам не сказала. Меня это крайне удивило. Из сроков годности остался всего один год. Да, представляется, то есть в результате мне, получается, прислали в начале 17-го года, а в конце 17-го они уже все заканчиваются, эти кремы. То есть они еще и, то есть сроки годности подходят к концу. То есть они уже заведомо с заканчивающимися сроками годности прислали. То есть это была не распродажа. Я заказывала по полной цене. Ну вот, судите сами, стоит ли делать теперь заказы вот в таком магазине Виши официальном. Я думаю, нет. Советую вам покупать прям плотный такой творожочек для них на рынке лучше всего. Обычно вот тот, который прям пластами, знаете, такой отрезается. Вот он отличный, просто отличный. Вот так получается, что у нас внутри абсолютно стопроцентный творожок. И больше ничего. Вы можете туда внутрь добавить какие-то семечки, например, то, что вы любите. Изюмчик может быть размоченный. Ну, в общем, все, что вам нравится. И, соответственно, также в обсыпочку вот эту, да, в которую мы обваливаем муку, можете тоже добавить какие-то ингредиенты. Там кунжут или еще что, или еще что. Просто у нас не всем в семье нравятся такие дополнительные какие-то специи, да. Поэтому сегодня я делаю самый простой вариант. Ну, просто, чтобы показать вам потом результат, что получаются чудесные сырнички. А внутри просто абсолютный творожок. Я вам разрежу, и вы прям посмотрите. Получились вот такие вот сырнички. Сейчас мы их поставим готовиться. Она очень быстро разогревается. Для тех, у кого она есть, все знают ее преимущества. Давайте посмотрим, какие же у нас сырнички получились. Вот такие чудесные сырнички. Сейчас хочу вам показать, как они выглядят внутри. Давайте один возьмем на пробу. Вот так. И, смотрите, мы его разрезаем. И вот, обратите внимание, там абсолютно стопроцентный творожок. Все, там ничего больше нет. Смотрите, тоненькая корочка из муки сверху, тоненькая снизу, а внутри один творог. Чудесно, да? Мне очень нравится. Ну, что ж, я буду звать своих дорогих любимых уже к столу. Ну, вот, дорогие мои, я уже готова бежать по своим делам. Кстати, сегодня я хочу приобрести много-много белорусской косметики. Просто, чтобы попробовать. Слышала очень много положительных отзывов. Так что, если вам будет интересно услышать мой отзыв, то я обязательно сделаю для вас ролик. Там будет в моем заказе и кремы, и сыворотки, насколько я помню, и какая-то декоративная немножко косметика. Давайте попробуем вместе, посмотрим. Если вам понравится эта идея, сделайте обзор по белорусской косметике бюджетного класса. Я обязательно для вас это сделаю. Дайте мне, пожалуйста, знать. Ну, все. Хорошего вам дня, и обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Удачи!